Проводник, левых идей. Скажите, пожалуйста, вот вы как можете... Полупроводник, да. Как вы можете объяснить вот такого рода разделение? 45% за пенсионера-коммуниста. Ну, мне трудно сказать. Наверняка чужая душа потемки. Я подозреваю, что все зависит от того, что каждый для себя вкладывает в этот термин. Хоть мы и пытаемся от него откреститься сегодня. Тунеядец, тунеядство. Мне кажется, что вот моя душа радуется, конечно, когда я вижу этот ассоциативный ряд, эти уже забытые немножко образы советской агитации. То есть вас туда сразу? Советской агитации пропагнули. Все равно, а как иначе проилустрировать? Да всех, наверное, туда сразу. На память же приходит знаменитая сцена из фильма, когда предлагают сделать шаг вперед гражданам, алкоголикам, хулиганам и тунеядцам и определиться, где бы они хотели работать. И, как мы помним, большинство из них не изъявило желание заниматься производительным трудом. Когда мы говорим сейчас о десятках миллионах людей, которые связаны с теневой, с криминальной экономикой, мы должны понимать, что в той или иной степени большинство из них не занимаются производительным трудом. И это ключевой вопрос, мне кажется, здесь. А кто это? Ключевой вопрос, который необходимо адресовать тем людям, по лекалам которых реформировалась наша экономика на протяжении последних 20 лет и продолжает реформироваться. Потому что это опасность стратегическая для государства. Ну а что касается справедливости, тут ведь, когда предлагают раздеться по пояс, всегда важно уточнить сверху или снизу. Кого будет... Кого конкретно должно быть предназначение вот этих красных 46%, которые против, и которые, как я понимаю, молодежь, а не пенсионеры, да? Я думаю, что те, кто против, они под тунеядцами подразумевают в первую очередь не тех, кто сумки, как фарцовщик, таскает или там охраняет какие-то клубы, а тех, чьи отпрыски разворачиваются на дорогих машинах через две сплошные линии где-нибудь на Тверской. Их не 20% и не 20 миллионов. Конечно, но эти люди тоже полностью подходят под определение тунеядцев. Согласитесь, и кроме того, у них почти всегда с уплатой подоходного налога все в порядке. Вот что страшно, понимаете? То есть в нашем обществе есть целый класс рантье, которые легализованы, которые производительным трудом не занимаются. А по сути из этого уравнения, которое мы сейчас обсуждаем, эти люди исключены. И это принципиальный момент. Если мы хотим восстановить справедливость в обществе, мы должны начинать... Это Константина о прогрессивном налоге так заходит издали, мне кажется. Это другая тема. Сравнение интересное, но мы должны помнить о том, что в Белоруссии совершенно другая. Мы согласны с противоположной стороной, которая посылает нас в эти инвективы и филиппики. Там другая структура экономики, другой экономический уклад. И в процентном отношении количество людей, уклоняющихся, тунеядствующих или как угодно их обзовем еще, конечно, по сравнению с общим объемом рынка труда совершенно другое. И масштаб проблемы другой. И в конце концов там есть государством стимулирующаяся экономика и государством формируемая занятость. У нас, я абсолютно с вами согласен, эти люди вычеркнуты, вычеркнуты из экономики. Они предоставлены сами себе. Очень часто это... То есть у нас это не сработает. Мужчины трудо... Для того, чтобы это сработало у нас, я всегда выступаю за то, чтобы перенимать положительный опыт соседей, особенно если речь идет о Беларуси. Совершенно другой. Для этого нам необходимо менять экономический уклад. А для того, чтобы это произошло, ваши гневные комментарии. Мы вовсе не против тех людей, которые работают сами на себя в силу сложившихся за 90-е, за годы либеральных реформ, незаконченных до сих пор либеральных реформ обстоятельств, мы не против них. Мы против экономического уклада, который выталкивает людей в эту сферу. Так вот, ваши претензии, ваши едкие комментарии вам следовало чуть-чуть развернуть и направить в адрес Министерства финансов, Министерства экономического развития, правительства, тех органов, отвечающих сегодня за экономическую политику государства и заставляющих нас продолжать двигаться в русле этого либерального концерта. Нам надо в Белоруссию или сколько?